Игроки, которые достаточно долго играют в ММО-игры, косно связывались, либо хотя бы слышали про РМТ. А некоторые из них и вовсе ими занимались. Одно из ветвей РМТ – это продажа аккаунтов. Роликов на эту тему особо и нету, кроме ролика при и человека, который пытается продать аккаунт за несколько миллионов рублей. Посему эту нишу я и попробую занять. Ныне, гильдия Метод, которая пользуется весьма большой популярностью в последнее время, во времена актуального Burning Crusader, успела засветиться в новостях как рекордсмен по самому дорогому аккаунту, проданному за реальные деньги в реалиях World of Warcraft. Был 2007 год. Игрок по имени ZeoZo решил продать свою Найт Эльфику. Цена была установлена в размере 7000 евро, либо 486 тысяч рублей по курсу на конец 2019 года. Цена была обусловлена достаточно редкими предметами, которые обладал себе игрок. Например, это клинки Зенота, которые и по сей день считаются редкими, а в актуальном времени им не владели лишь единицы. Также, по тем временам, ZeoZo являлся, если не лучшим, то, по крайней мере, одним из лучших разбойников, живущих в то время. По итогу, для продавца аккаунт был успешно продан, а вот для покупателя всё закончилось не очень хорошо. Когда поднялась шумиха насчёт продажи аккаунта, нового владельца достаточно быстро заблокировали. И, иными словами, он попросту выкинул 7000 евро на ветер. После продажи, ZeoZo рассказал, что метод был разочарован тем, что потерял такого хорошего игрока. Но в то же время, понял его окончательное решение. Был один хитрожоп, который умудрился активно зарабатывать на продаже аккаунтов, и с его слов заработал 475 тысяч долларов. В начале его деятельности, один хитрец придумал хитрожопый способ заработка на перепродаже аккаунтов, беря условно за 1000 баксов аккаунт, а продавая за полторы. И маржу забирать себе. Он открывает свой сайт, где активно начинает барыжить. Дела у него идут только вверх. Продажи растут, денег всё больше, ровно как и людей, желающих продавать свои и покупать чужие аккаунты. Основная активность была во времена катаклизма, некоторые аккаунты уходили за 1000 долларов. Так как типичные аккаунты, где просто апнут хайлевел, никому не были нужны, он продавал лишь те, которые предоставляли действительно большую ценность. Иными словами, бесовый персонажи в рамках определённого дополнения, чьи вещи обычному обитателю пускай и реально достать, но потратит он на всё это крайне много времени. Также оценились те аккаунты, где были редкие маунты. Под редкими я не имею ввиду всяких непобедимых, я имею ввиду маунтов в стиле анкерарского боевого танка, которых получить уже невозможно. Такие могли уходить по 4-5 тысяч долларов. В сей случай не является единоразовой продажей аккаунта, как это было с первым случаем. Но сей прецедент, считаю, должен упомянуть. Дело его просуществовало достаточно долго. В данный момент времени его сайт там же, где и баланс на пиратках, но если зайти в веб-архив, можно предполагать, что его деятельность велась почти 8 лет, вплоть до БФА, где дела пошли на спад, после чего сайты и был закрыт. Конкретно в Варкрафте подобных случаев было не так очень много, и все они, как правило, получили широкую огласку. Тем более, после случая с баном разбойника за 7 тысяч евро, особо никто и не рисковал, что в других играх от Blizzard. В Diablo одному счастливчику выпала весьма редкая вещь, имеющая довольно хорошие характеристики, ценность которой он изначально не подозревал. Сначала ему поступило предложение за 250 евро, лишь за одну эту вещь. Потом, когда о выпадении редкого итема узнала общественность, виртуальная стоимость и уникальность, начало стремительно вырастать. Сначала 3 тысячи, потом 5 тысяч, а затем и 7 с половиной тысяч евро. Конец этой истории и по сей день особо ясен, так как существует два варианта развития событий. Первый. Он осознав, что это слишком редкая вещь, если её продавать за реальную валюту, то его, ровно как и аккаунт, на котором находился итем, заблокируют. Ибо уже к тому моменту огласка была достаточно большой, и вполне вероятно, что информация о торгах дошла до близов. И он решил продать вещь за игровую валюту, что, собственно, и не запрещалось, и аккаунт просто-напросто не могли заблокировать. По непроверенной информации, он продал её за 40 миллиардов золотых. Чтобы перерасчёте в евро, если продавать всё это золото, то по тому курсу это было в районе 12 тысяч евро. Второй вариант. Аккаунт улетел за последнюю указанную стоимость в реальной валюте, а именно 7,5 тысяч евро. Был подобный случай, но более с милым концом. Если кратко, то жилый игрок и не тужил. Как ему, в один момент прохождения инста выпала редкая шмотка. Сначала он не придал ей никакого значения, но позже выяснилось, что эта вещь стоит больших денег. Он оценил её стоимость в 3,5 тысячи долларов. Лот был успешно продан, а деньги, которые он выручил, он потратил на обручальное кольцо для своей невесты. Линейдж 2. Тут даже World of Warcraft с играми Blizzard будет заведовать в сторонке, ибо если RMT в Warcraft существует, но оно не пользуется впрямь огромной популярностью, в особенности где-то со времён Личкинга, Пандарии, то вторая линейка за счёт RMT и вовсе держится. Тут даже что-то конкретное выделить трудно, ценится в основном не просто вещью, а их заточка. Если кратко, для тех, кто не разбирается, заточка – это шанс улучшить вещь на более лучшие статы. Но с каждым новым уровнем заточки, шанс её улучшить падает, и если тебе не повезёт, то мало того, что ты не заточишь вещь на новый уровень, так ещё и потеряешь саму эту вещь. Некоторые итемы вроде «Талисман на бою» уходят по сотню тысяч рублей, а это лишь само по себе только одна вещь. В основном, как я лично смею предполагать, больше всего денег вливается на ритейл сервера, где и возможности задонатить, и нова предоставляет больше, да и сам размах доната и сам дисбаланс, который он может создать, на порядок больше, чем в классической версии. Стоимость некоторых персонажей доходит до 1, 2 и даже 10 миллионов рублей. Как, зачем и почему кому-то вливать в пиксели несколько квартир для меня остается загадкой, но такое существует. Обычные игроки, видя сиё безумия, с каждым годом в всё больших объёмах уходят из игры, ибо ты – никчёмный новичок, вряд ли сможешь составить конкуренции тому, у кого персонаж стоит больше, чем твоя квартира. Но раз уж тут дело дошло до ММО, который не касается Варкрафта, затрону на моё мнение достаточно интересный случай. Из немало известной игры, Alloda Online, краткий экскурс. Хозяйственное мэло, или в простонародье мэл.ру, зажирались, играть на фри-то-плей версии невозможно, а нить судьбы платный сервер не особо спасает. Существует огромный дисбаланс, и тот, кто донатит, будет сильнее, чем тот, кто не донатит. Одному игроку, как я понял, всё это надоело, он выдонатил своего персонажа десятки тысяч рублей. И общая сумма доната была в районе 200 тысяч рублей, и это по старому курсу. По курсу на 13-й год, это 6,5 тысяч долларов. Либо 420 тысяч по нынешнему курсу. Это далеко не самый ширный аккаунт, который есть в Володах, есть и по полмиллиона, есть и по миллиону, а есть и больше. Просто погуглите, сколько стоит сделать фулл 13-й руны, а это лишь часть того, чтобы стать топом. В 13-м году, когда всё это игроку надоело, он раздал вещи рандомным игрокам, а самого персонажа, в которого было влито много денег, удалил. Случай весьма спорный, но, по моему мнению, поступок достойный, так как он не стал лишь поощрять то безумие, которое творится там сейчас. Делал всё это, он на прямой трансляции. Судя по комментариям, он вдохновил некоторых людей на подобные поступки. Пускай он этим толком ничего и не изменил, но поступок, если и неправильный, то хотя бы достойный. Ну что же, ну а по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!